Здравствуйте дорогие друзья, с вами Арза и модификация Трусталкер. Сегодня она встречает нас с прекрасной солнечной погодой. Как обычно перед началом каждого прохождения, я бы хотел попросить вас поставить лайк, оставить любой комментарий, мне интересно их почитать всегда. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Итак, как вы помните, в прошлой серии мы все-таки дошли до агропрома. И наконец-то встретились с ученым, отдали ему записи Гамзата или профессора Гамзатова. И пока он будет изучать эти записи, он нас надоумил, типа раз Гамзат умер, точнее погиб, погиб в неравной борьбе со снорками и собаками обычными, он нас надоумил найти медика. Лагерь сталкеров определенно нуждается в медике. Самый верный вариант привезти на базу бывшего научного сотрудника. Только сперва его нужно найти, а потом отцепить от бутылки. Он у нас где-то в этом районе. Заодно... Сейчас, прям на базе, три электры. Заодно посмотрим эту местность на наличие артефактов. У нас с вами уже два кристалла совершенно бесполезных артефакта, как на самом деле и вот этот артефакт, дацит. Это мой первый артефакт, найденный, скажем так, с помощью детектора сварок. Это, я так понимаю, детектор последней модели в Трусталкере. И этот артефакт, я так понимаю, тоже новый. Точнее, это на 100% новый артефакт. Я такого еще нигде не видел. Но, тем не менее, этот новый артефакт никаких дополнительных суперсвойств нам не дает. И вряд ли я буду с ним ходить. Здесь очередное скопление жарок. И среди них также имеется артефакт. Да, я, оказывается, очень широкий. И вот что у этого экзоскелета плохо, то, что у нас прочность костюма всего лишь плюс 15, и за это он сильно коцается. Ну, артефакт пламя. Очередной, по сути, бесполезный артефакт. У нас полная сборка. По-прежнему нам нужны артефакты. Ничего себе тут. Артефакты на вывод радиации. Водка валяется. Просто везде разбросаны пустые выдулки водки. И мертвые кабаны. Интересно, девки пляшут. Слышь, заеди ты. Давай поспать-то. А? Что? Слышь, заеди ты. Давай поспать-то. Что нам с ним делать? Может быть, как-то с помощью громких звуков? Отстань, дай поспать. Или что, прийти попозже, я не знаю. А, ну вот, ничего себе, мы его все-таки разбудили. Саня, вставай. Санек. Ты кто такой вообще, а? Иди отсюда вы. Хорошее место для сна ты выбрал. Че тебе надо? Отвали. Ты как и собираешься тут валяться, пока печень не откажет? Я тебя пристрелю сейчас. Ты че прикопался? Какая тебе разница вообще? Я заинтересован в том, чтобы ты не хранил свои драгоценные знания литрами водяры. Да, по-первых, у тебя с комплексом. Но ты еще нужен людям, не науке. Так обычным сталкерам, нуждающимся в медицинской помощи. Пойдем в лагерь, а ты спишься, будешь работать там. Делать мне больше нечего. Мне и тут хорошо. Иди отсюда, я сказал. Сейчас прикладом шлепну. Может, выпьем? Вот так бы сразу. А то пришел, докопался что-то. Ну-ка, наливай. Пошла, родная. Блин, топор. А сколько раз мы с тобой пили, так столько же раз это плохо заканчивалось. Ну так, как звать-то тебя? Топор. Имя твое как? Извини, жить еще хочу. Так что настоящее не скажу. Это еще почему? Наливай. Дрогнули. Да, потому что примета такая. Никаких настоящих имен в зоне. Это ваши сталкерские приметы. Я за пределы базы не особо-то часто выходил, так что не знал. Извиняй. Я Саня. Санек. Санек, что ж ты спиваешься-то? А хер мне еще делать? Поперлись научной базы, ни за что. Не виноват я, если оборудование полетело. А им хрен, что докажешь. Обратно не возьмут теперь? Я пробовал. Не возьмут. Как пробовал? Под забором сонный пикет с водкой под боком устраивал. Не умничаю. Пробовал я. Не берут обратно. Там серьезный был залет с этим оборудованием. Наливай, накатим еще. Уф, по шарам дало уже. Мне как неделю назад по шарам дало, так и не отпускает. Хорошо-то как. И что теперь? Так и хочешь жить? Пить под деревом, спать с дохлыми свиньями? Ради этого столько учился, вкладывал сил. А что мне остается? Наливай еще. Какого фига стакан пустой? Я тебе предлагаю перебраться в лагерь сталкеров. Там нужен медик. Будешь помогать людям. Стой, а как же в гамзат? Нет его больше. Вот это да. Выпьем за упокой. Выпьем. Вот если не бросишь пить, за твой упокой пить будем. Уже все равно, честно говоря. Всегда мечтал в зону, именно на этот комплекс, а не на тот старый, что на Янтаре. Попал, обрадовался и вылетел через полгода. Вот же я, мудак. Наливай, я говорю. Хорошо, пошла. Фух, я тебе реальную тему предлагаю. Пошли к сталкерам. Будешь приносить пользу людям, а может ты еще вернешься в комплекс, если покажешь, что бросил бухать и взялся за голову. Не знаю. Ты чего ты не знаешь? Я бы на твоем месте без раздумий пошел. Сиди себе в лагере, деньги зарабатывай. А мы с сталкерами-то по подземкам сырым лазим. То с мутантами этими проклятыми. Я раньше на кордоне отсиживался. Зарабатывал чуть по чуть. А потом, как решил ближе к центру перебраться, так все изменилось. Вот все. Чего только не встречал за эти дни. Ты знал, что вообще за тварей обитают темные долины псионики. По голове долбят так, что потом перестаешь осознавать реальность. Знал про призраков. Они есть. Я охрен знаю, что это такое, но я все своими глазами видел. Я это даже еще и не в центре зоны. Ужасы самые настоящие тут творятся. Наливай. Да уж, хреново вам, сталкерам. Ну а с другой стороны, другой жизни мне и не надо. Не хочу обратно. Тошнит уже от общества вокруг. Лучше уж тут псиониками и призраками. Наливай мне еще. Топор. Столько никогда не пил. Боюсь, плохо закончится. Ну, сдрогнем. Я тебе даже завидую. Вот я. Кому я нужен? Где меня ждут? Да нигде. Торгашам я нужен только как посыльный. Отмычка для их больших дел. Да, платят. Но копейки. А ты реально можешь пользу приносить. Помогать людям жить дальше. Может ты и прав. Просплюсь и утром двину к сталкер. Вот это правильно. Загляну потом к тебе. Посмотрю, как устроился. Хороший ты мужик, Санек. Давай. За тебя. Что-то ты, браток, вообще гашеный. Тебя нормально? Как обычно, топор. Здравствуйте. Я изучил принесенные вами записи. Есть серьезный разговор. Подходите к тому же месту, где виделись вчера. Поговорим. У нас на самом деле воды нет. Будем пить энергетики. Что? Этого мы уговорили. Голова гудит, но нужно вставать и идти навстречу с Дубининым. У него ко мне разговор насчет записи Гамза там. Да. Теперь от нас перегарящим только так нанесет. И водички у нас нет. Последний энергетик остался. Но ничего. В ближайшем будущем. Нужно будет сходить на базу. На какую-нибудь. Надеюсь, нас сюда пустят. В какой-то веке. Сейф какой-то. Так, перед нами аномалия. Детектором бегать удобно, но... Когда бежишь, к сожалению, не видно аномалии. Так что, по сути, это и бесполезно. Это и бесполезно. Что, профессор? Куда на этот раз нас отправите? Что на этот раз искать придется? Доброе утро. Что-то вы неважно выглядите. Это все ваш кирею. Для разговора на равных пришлось и выпивать, соответственно. Вам удалось его убедить? Надеюсь, утром его уже не было на том месте. Или он в лагере сталкеров, или за черной бутылкой пошел. Надеюсь на первое. У вас ко мне есть разговор? Да. Я изучил записи Гамзатова и сделал определенные выводы. Поскольку о нашем эксперименте знают немногие, я бы сперва хотел вас спросить. Вы готовы дальше работать со мной по этому вопросу? Я обещаю вам пропуск в комплекс и достойную оплату, если согласитесь. Выбора у нас нет. Тогда я бы хотел, чтобы наши разговоры оставались строго конфиденциальными. Я могу на вас положиться? Конечно, можете. Тогда слушайте. Я постараюсь не вдаваться в научные подробности и объясню все наиболее простым языком. Мы с Гамзатом длительное время занимались экспериментами по трансмутации артефактов. В результате скрещивания они выдавали уникальные характеристики, если, конечно, все сделать правильно. Иногда нам удавалось улучшить характеристики какого-то артефакта. Иногда даже добавить ему новые особенности. Гамзатов был убежден еще и в том, что артефакты способны как-то влиять не только на людей, но и на мутантов. Уже после того, как наше направление закрыли, он начал проводить собственные исследования. Из тех записей, что вы принесли, стало ясно, что он пытался произвести селекцию артефактов душа и каменный цветок. Это дало определенные результаты. Как вы могли заметить, когда артефакт рядом, монстры спокойны. Представляете, какое это может быть открытие? Но почему-то подобное артообразование действует ограниченное время. И как же быть? Я покопался в записях, провел расчеты и выяснил, что это напрямую зависит от мощности аномалий, где проводится трансмутация. На свалке они, видимо, не настолько сильны, поэтому селекция не уменьшалась нужным результатом. Наша задача найти настолько сильное и концентрированное аномальное поле, чтобы селекция прошла более успешно. Но это же все равно не решает проблему в корне. Ну, будет артефакт чуть подольше работать. Но это же полностью проблему не решает. Ну ладно, что для этого требуется? К сожалению, я не знаю, где именно есть такое аномальное поле. Но знаю, откуда начать поиски. Военные сталкеры недавно вернулись с рейда с окрестностей Новошипеличей. И сообщили о возросшей там аномальной активности после очередного выброса. Уверен, что в одном из таких полей, в самом мощном, можно провести трансмутацию. Готовы отправиться туда? Новошипеличи? Никогда там не был. Тренировка для моего языка. Новошипеличи. Можете поподробнее объяснить задачу? Задача добраться до места и расставить 5 сканеров по определенному периметру. С их помощью мы определим зону с самой большой аномальной активностью. После этого вы произведете трансмутацию. Это делается очень просто. Я дам вам небольшое техническое руководство. Вроде все ясно. Что-то еще? Да. Я провел селекцию артефактов душа и каменный цветок в аномальном поле на болоте, что неподалеку отсюда. К текущему моменту артефакт должен преобразоваться. Отправляйтесь к болоту вместе с моим ассистентом и попытайтесь выводить его. Я бы исправился один. Не стоило. О, нам дало пропуск. Аномальное поле на болоте очень опасное. Вам будет проще вдвоем. Когда добудете артефакт, возвращайтесь в комплекс, найдете меня во дворе. Ах да, вот ваш пропуск. И подъемный. 3000, конечно, это... Так, несколько вопросов. Много... всего интересного он может нам рассказать. Итак... Подписаться... Подписался, помогать науке в изучении трансмутации артефакта. Выдали пропуск. Щедро заплатили. 3000, конечно, это максимально щедро. Работа вроде не пыльная, да и мне предельно понятна. Лучше лазить по аномалиям, чем бегать от мутантов и таскаться ящики от бандитов. Нам, наверное, нужно просто поговорить с ассистентом. Слушаю, сталкер. Здравствуйте. Вы готовы отправиться за артефактом? Готов. Какой у нас план? Так, подожди, дружище. Для начала у нас теперь появился пропуск. Так, нужно зайти на местную базу. Тут есть и торговец, и техник. У меня есть пропуск. Проходи, оружие спрячь, все, мигнем. Окей. Так, отлично. Тут у нас обитает техник. Возглавляем мое почтение. Ай, да. Так, никаких заданий у него нет. Есть 5000. Кстати, дацит стоит дороже, чем я предполагал. Допустим, тот же кристалл тоже стоит неплохих денег. Ладно. Что нам нужно? Это просто починиться. Ничего более. Денег, по-моему, кстати говоря, не так много. Зайдем к местным торговцам. Как бы. Сразу. Несколько целей я преследую. Это. Закрынуть в наш личный ящик. Скинуть какие артефакты. И на предмет. Может быть. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Дрозд. Приветствую. Ну вот, может, задание какое есть. Ты тут типа торговца? Привет, сталкер. Я бы сказал, снабжение здешнее. Надо чего или так? Побалакать просто забежал. Товары еще успеют вы посмотреть. А пока просто осматриваюсь. Знакомлюсь с местными. Это правильно. Связь в зоне отчуждения. Очень ценная валюта. Я Дрозд. Будем знакомы. Топором клич. Ты поведаешь, кто таков, что здесь делаешь? Ты, в общем, все правильно понял. Торговец я здешний. А территория Агропрома уже как дом родной для меня. Несколько лет назад у нас тут база своя была на заводе, что неподалеку. Руководил я и сталкер по прозвищу Орест. Где-то я такого встречал. В контракте на хорошую жизнь или что-то такое. Я на ней в качестве торговца числился. Торговали припасами, артефактами, оружием. Своим хорошим знакомым мог даже экзачно мутить. Хорошо на базе было, хоть и времена тогда были неспокойные. 2011 год. Группировки грызлись чуть ли не за каждую заброшку в зоне. Мне порой казалось, что это и не аномальная зона вовсе, а горячая точка какая-то. Танков только соеваться не хватало. Ей-богу, много людей тогда полегло. Удивляюсь, как сам жив остался. Потом я думаю, что ты знаешь, что произошло. Выброс шандарак, но мама не горюй. Разозлили ли мы зону? Нельзя с ней вот так просто взять и войнушку устроить. Она всегда даст отпор. А что стало с вашей базой после выброса? Плохо дела пошли после большого выброса. Арест куда-то пропал. Говорят, денег скопил, плюнул на зону и свалил на большую землю. А без грамотного лидера вся организация базы пошла по одному известному месту. Разбрелись сталкеры кто куда. Я на время тоже бизнес свой прикрыл. Так время от времени продавал свои остатки вольным сталкерам. Кантовался то тут, то там. Успел и на бункер ученых поработать. Принеси подай у сидора, у беса, на свалки. Короче, куда мне только не заносило в эти годы. Но не мое это, по зоне бродить. И все-таки больше, я все-таки больше комиссант, чем сталкер. И вот судьба мне улыбнулась. Узнал, что ученые организовали базу на месте бывшего НИИ. Да и еще не проще сотрудничать со сталкером. Вот я сюда и поддался. Торгую теперь тут под хорошей охраной. И в хороших условиях грех жаловаться. Тем более после всего того, что пришлось пережить. Вот такая вот история. У него, кстати говоря, очень даже неплохой ассортимент. И ему можно... За неплохую денежку что-то попродавать. Часть мутантов. Пламя. Кстати, просто вот как с куста, с ракет. Что нам нужно? Три бутылки воды. Сюда. Еда нам не нужна в целом. Ну и все. Можно прикупить... Вот таких патронов, допустим, полтинчик. Вот как-то так. Если не нашел, чего искал, извините. Послушали интересную историю. Дроздан. Что у нас с патронами? Патронов, как обычно, у нас... Хоть жопой жуй. Извини за выражение. Скинем чуть-чуть бинтов. Нам их банально столько не пригодится никогда в жизни. Собираю я всю часть мутантов. Собираю. А Сидру по-прежнему нужна челюсть кровососа. Где вот я ему ее возьму? Мне даже интересно. Так. Здравия желаю. Не положено мне с гражданскими общаться. Хотя какой-то гражданский. Криминальный элемент самый настоящий. Твое счастье, что у меня сейчас приказ другой. А так бы проваливай давай отсюда. Так. Я понял. Туда нас... Не пустят. Здесь в целом ничего больше интересного на базе нет. Так. Ну, теперь давайте пойдем переговорим с ассистентом. С этим... Куводки. Которую мы же и выкинули. И отправимся к тому самому болоту. Для начала. Готов. Какой у нас план? Профессор Дубинин, думаю, вам уже рассказал про изобилие аномалий в том месте. С помощью устройства для обнаружения аномалий я могу узнать безопасный маршрут до артефакта. А дальше уже дело за вами. Идет? Идет. Отправиться к аномальному болоту. В аномальном болоте требуется добыть селекционный артефакт. Караваев окажет мне... В этом содействие. Так, ну я, наверное, как-нибудь сам сначала... Добегу. Ничего себе. Вот это... Я хотел сказать, это был фриз. Слушай, сейчас что-нибудь придумаем. Ага. Вон один уже придумал. А это, оказывается, как сцены. Ну и что ты предлагаешь? Просто бросить артефакт? Там такая царца лежит. Никогда такого не видал. Еще наваримся, братан. Так что давай. Я бросаю болты, ты лезешь в аномалию. Ага. А что я-то? Вот сам бери, долезь. Тебя комбез новее выдержит, если что. А тут я такой. Здравствуйте. Так, тихо. Тут кто-то есть. Ну, они сами начали первые стрелять, поэтому... Никаких вопросов. Что с вами Абакан. В целом... В целом по характеристикам он не шибко лучше, поэтому... Ну, прицел соединим. Вот. Примерно как-то так. Кто это вообще такой? Леха пруд. Так, перед разговором... Это, кстати, пропуск не показал вам. Перед разговором я хочу сбегать. Посмотреть. Что-то вообще интересное имеется. Блин, перед тем, как мы сюда зашли, просто ужас как пролагало. Больше артефактов нет. Нашли с вами... Колючка. Которая как будто бы даже того не стоит. Ну, как ты? Живой? Живой. Черт, что они? Зачем они так? Это зона. Тут некоторые за обычной медузой удавятся. А за этот артефакуют душу дьявола. Они даже без предупреждения. Испугались, наверное. Да ты успокойся. Все позади. Не думал, что наличие пистолета, который мне выдали... Еще... Черти знает... Еще черти знает когда... Он, наверное, хотел сказать. Ошибочка в диалоге. Придаст мне хоть немного уверенности в подобной ситуации. С боевым крещением тебя. Спасибо, конечно. Как будем доставать артефакт? Одному бедолаге уже, видимо, не повезло. Поэтому я и отправился с вами. Сейчас я попробую найти безопасную точку, откуда вы начнете пробираться к аномалии. Дождаться, пока Караваев обнаружит маршрут. Ученый должен найти безопасную дорогу до артефакта. Посмотрим, что из этого получится. Самое интересное то, что... Как сюда автобус вообще попал? С зоной, мать и... И будки тут этой нет. Что случилось? Вы посмотрите на это. Видите, это же пуля. Как же... Так. Ничего себе. Да этот прибор вам жизнь спас. Да, уж повезло, так повезло. Только теперь это добавит сложности добраться до артефакта. Второго такого же прибора сейчас нет. А, то есть, получается, ему пуля попала в его вот этот прибор. И спасла. И спас его этот прибор, получается. Ничего не обещаю, но попробую забраться в аномалию. Опыт уже есть. И слава богу черному сталкеру, что удачный. Могу только держать за вас кулачки отсюда, с берега. Ну, я попер. Артефакт у нас вот здесь. Придется действовать по старинке, без научного оборудования. Предстоит найти безопасный маршрут до артефакта и до стати. Он где-то перед нами. Ну, как будто бы вранье. Как будто бы вот здесь. Можно пройти, я хотел сказать. А-а-а! Ну, не отпускает нас аномалия. Так, я просто решил выбраться с другой стороны, от греха подальше. Тут аномалии такие, более жесткие. И вроде бы, как и на детекторе, написано, что между аномалиями есть проход, но... Сука, не пускает. Ничего, не таких ломали. Как говорится, что за артефакты мы нашли? Хрена сегодня характеристики. Рукотворный артефакт, созданный профессором Дубининым в аномалии при помощи трансмутации других артефактов. Но... Плюс 10 радиации, это, конечно... Такие характеристики, которые ничем не контрятся, скажем так. Поэтому такой артефакт носить на поясе... То еще удовольствие. Вы были на волоске. Несколько раз аномалия сдетонировала, и у меня сердце ушло в пятки. Спокойно, не на такие артефакты вытаскивал. Тогда можно возвращаться в комплекс. Идем? Идем. Все прошло достаточно гладко. Начинаю я уже побаиваться этих гравий аномалий. Потому что... Бывает, вроде попал в аномалию, и она тебя так легко отпустила. Такой думаешь, раз, так прошло, два прошло, три прошло. И вроде бы все в порядке. Потом мопы и... Не пускают. А что это за нора? Интересно. Ну, пролезть ее, естественно, нельзя. Так, около этой аномалии уже никого нет. Профессор непосредственно побежал в комплекс. Кстати, заметили? На улице плюс 28 градусов. Ничего себе. Температурка. Нехило. Ну что, профессор? Когда ты уже остановишься? Когда в аномалию забежишь? В целом-то... Как будто бы нет аномалий. Ваяки ходят себе разгуливать спокойно. Вообще, с электрами здесь, конечно, нонсенс. Она вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. Пора вернуться в ночный комплекс и поговорить с Дубининым насчет добытого артефакта. Ага. И оказывается, нужно с Дубининым поговорить. Ничего себе, как тут все прикольно сделали. У них тут типа в своей секции. Круто, круто. Приветствую, сталкер. О, уже вернулись. Как все прошло? Прошлось действовать вслепую. Ваше оборудование получило пулевое ранение. Что случилось? Караваев жив? Жив. Повезло, что пуля прилетела прямо в прибор. А так бы... Сами его спросите, как угораздило. Удалось вытащить артефакт. Да, он при мне. Хорошо. Тогда у нас почти все готово. Осталось найти еще один артефакт, и тогда можно уже будет приступить к поиску аномальной зоны. Что за артефакт? Обломок. Да, экземпляры очень редки, но я знаю, где видели такое в последний раз. Это как раз в наушепелечах, на заброшенной военной базе. Если его еще никто не умыкнул, то должен быть там. Как найдете обломок, вам нужно будет установить 5 сканеров в тех местах, которые я отмечу на карте. После этого я сообщу вам местоположение аномальной зоны, где проведете трансмутацию обломка и болотника. Это я так назвал артефакт, который вы достали в болоте. Рабочее название, не обращайте внимания. Задача вроде ясна. Сканеры, надеюсь, не тяжелые? Нет, что вы. Мне не тяжелее мобильного телефона, думаю, не надорветесь. Тогда все ясно, я могу уйти? 5 сканеров и 6000. Да, вот, возьмите сканеры и немного подъемных. И самое главное, помните, никому не рассказывайте о цели своего прибытия в наушепелечах. Мы знаем о нескольких отрядах сталкеров в окрестностях деревни. Им лучше ничего не знать. По официальной версии вы отправились искать артефакты по моему списку. Вы это поняли? Да, конечно. Тогда жду от вас скорейших вестей. Удачи. Надеюсь, скоро свидимся. До встречи. Так, впереди долгая дорога и ранее неизведанные места. Пойду через кордон, загляну к старым знакомым. Ну что, не ожидал меня услышать. Значит так. Если что, я на тебя не в обиде. Если надо будет что-то прикупить или работу ищешь. Заходи в бункер, потолкуем. Давай до связи, салака. Сидор? Нихера себе. То есть, это оригинальный голос Сидора, которому озвучили реплику в моде. Ничего себе. Впереди долгая дорога, в ранее неизведанные места. Пойду через кордон. Загляну к старым знакомым. Нужно узнать у Юрка, как безопаснее всего попасть в Новошипелич. Ну, еще у нас есть задание. О, здесь есть переход в бар. Тут есть тайник. Интересно. Будет посмотреть, что за тайник. У старого выхода к янтарю видел сталкера, который засовывал в заброшенную могилу разные шмотки. Безбожник. Это, кстати, тайник с сталкера. Я просто недавно пересматривал свой видос сталкера из подземки под лагерем бандитов в Темной долине. Вот этого вот Свободовского тайника. Поэтому там может быть что-то вкусное. Ну и можно, кстати, и сюда тоже по пути заглянуть. Наверное, так и сделаем. А в следующей серии уже тогда отправимся на кордон. У нас еще есть какие-то неизведанные локации. И, типа, наверное, здесь на Вышиперече. А тут что тут еще? Типа, Радар и ЧАЭС? Или мы так на ЧАЭС и не попадем? Или просто здесь нет места для всех вкладок? Я вот не понимаю пока что. Но тут точно, скорее всего, на Вышиперече, я так думаю. А не где-то под кордоном, я думаю. Типа, Темной Лощины. А еще же есть, условно, там Янтарь, Лиманск, Мертвый город. И что, тут всего этого нет? Интересно, девки пляшут. Так, мне калаш не нужен. Да. Интересный сюжет развивается. Опять же, сейчас было несколько таких достаточно дефолтных заданий, скажем так, с этими учеными. Здорово, брат! Опять, давайте починимся. И можем дальше отправляться. Сталкеров, кстати, здесь больше нет. Бутылка минералки осталась. И пустой лагерь. Видимо, все они разошлись. Бутылка минералки, кстати говоря, пригодится. Так, подходим к первому тайнику. Что у нас он в машине. Как он еще называется? В старой прогнившей ниве оставлю кейс с барахлом. Не могу таскать постоянно, это тяжелую пойду. Так, опять же, ничего интересного. Самый дефолтный тайник. Забираем все. Водку обратно. Тайник собран. Но вот на этот тайник я возлагаю большие надежды. Хоть я понимаю, что на самом деле в этой игре нам как будто бы уже ничего и не нужно. Вы так не считаете? Потому что я еще не находил ни одной пушки. Лучше, чем вот этот калаш. Ну, точнее, может быть и находил. Но в целом, как будто бы просто патроны 5.45 очень ходовые. У нас их очень много. И как будто бы нет никакого смысла что-то менять просто банально. Потому что ни одна из пушек, которые я находил, не была лучше настолько, чтобы ее поменять. Как будто бы калаш в целом-то справляется со своей задачей. И еще долгое время будет с ней справляться. Лучше, наверное, будет только какая-нибудь условная гаусска. Так. Ну, да. Берил, 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 берил. Нужен нам он или нет? Спорный вопрос, спорный. Ох, вот мы в старом добром баре. Тут прям сам эмбент навеивает. Такие мысли о спокойствии, скажем так. Ну и тут уже неподалеку сидит самая группа Свирепова, который... Хотелось сократить, не получилось. С которым нам нужно поговорить. Мы победоносные поступью идем на помощь. Что тут по аномалиям? По артефактам точнее. Катсцена. Какие люди? Ну, здравствуй, сталкер. И тебе не хворать, заблудшая душа. Как оно оклемался после всего произошедшего? Теперь мы на самом деле с ними на уровне. Если не по опыту, то по снаряжению так точно. Все в экзиках. Ух ты. В ССМ Тихаре. Патрон 939. Это мы на раз. А клеммался, конечно. Спасибо еще раз, что вытащил меня оттуда. Грохнули бы меня там. У них только такие планы и были. Послушай, такого я не забываю. Вот возьми от меня небольшой подарок. Тебе точно понравится. Возьми на память. Да ладно тебе. Любой брат сталкер поступил бы так же. А за пушку? Спасибо. Я такое оружие мог где угодно видеть, но только не в своих руках. Я на самом деле даже не знаю, что это за пушка. Ну, типа винтореза, наверное, что-то. Удружил. Спасибо. Рано ты спасибо говоришь, сталкер. В смысле? В том смысле, что ты еще не все предсчитающее получил. Вот держи бронекостюм. И вот еще очень редкий и полезный артефакт. Ну, мамины бусы не назвал бы редким и полезным. Но здесь, может быть, у нее другие характеристики. Мужики, да вы чего? С ума посходили? Бери, бери. Не выеживайся. Заслужил. Более того, ты у нас теперь в авторитете. Говори, если проблемы будут какие. Мы со сталкерами вопросы решаем на раз-два. Спасибо вам за все это, мужики. Ну, вот теперь стал чуточку более авторитетным сталкером. Авторитет и потерять легко, дружище. С этим поаккуратнее. Ну, я тогда это. Не смей вас отвлекать. Пойду по своим делам. Всегда будем рады тебя видеть. Удачи. Да. Получили с вами штурмовый бронекостюм. Это, кстати, походу, как на них костюмчик. Да. Но... В целом, как будто бы нахер он нужен. Вам не кажется? Если сравнить его, то он по всем характеристикам, без исключения, кроме одной, он проигрывает. Поэтому артефакт мамины бусы. Неплохой артефакт. Многое в этом артефакте остается загадкой. Впрочем, точно установлено, что излучение, возникающее при пульсации утолчений маминых бус, заставляет восстанавливать нейронные связи в мозге радиоактиве. Ну, очередной артефакт, скажем так, который мы можем продать там, условно, за 10-12 тысяч. Так, и... На пояс вот этот артефакт мы вешали. Вот. Ну, для нас он совершенно бесполезен. Что? Теперь нам остается зайти к местным торговцам. Вот. Вы покроете себя вечной славой. Я уже не помню, с кем я тут торговал. Здесь торговца нет, что для меня было очень сильным удивлением. Но это я уже все делаю без записи. Нужно продать эти бронекостюмы. Вот. Почему он, кстати, вот этот броник подсвечен, типа, таким вот фиолетовым цветом, как будто он по редкости, как наша... Ну, типа, допустим, калаш. Почему он подсвечен? Потому что это необычное оружие, модернизированное, которое мы улучшали специально для этого у техника. Так же, как и вот этот вот винторез, забыл, кстати, вам показать. Создан для армейских подразделений специального назначения. На базе бесшумной снайперской винтовки ВВЦ, ВЦЦ, ВСС винторез. В сравнении с родителем отличается уменьшенной темпом стрельбы и повышенной убойной силой. Опять же, если его сравнить, у него намного сильнее урон. Он легче весит. Лучше, я так понимаю, что это точность, скорее всего. Но темп стрельбы сильно меньше. Мы сейчас в любом случае пойдем на кордон. Вот. И можно, в принципе, и с ним тоже побегать. Но опять же, как вы понимаете, патронов для него у нас мало. Его нужно улучшать. Ради интереса этим можно заняться. Но с практической точки зрения, мне кажется, это все совершенно нерационально. Вот такие вот пироги. Кстати говоря, меня по-прежнему интересует такая тема. ПУДА генералу Таченко. Можем ли мы кому-то отдать это ПУДА? Хм. Ладно. Со всем этим мы уже разберемся в следующих сериях. Пока что, друзья, будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а с вами, как обычно, был Арза. И модификация TrueStalker. До встречи, друзья.